Всем пламенный hello! Вчера он записывал тест-драйв этого замечательного бмв модели 2004 года x5 m60 с двигателем 4.4 а сегодня мы с вами пишем то есть это мы приобрели для клиента он уже ездит радуется соответственно сейчас мы с вами будем смотреть на bronco raptor все знают что кто меня смотрит постоянно что у меня есть мой bronco bronco который большой полноценный на новой платформе это реинкарнационного автомобиля и при этом ребят давайте глянем что же мы с вами приобрели потому что raptor я еще ни разу не не управлял raptorом появился он попозже ну и в общем и целом посмотрим скажу про свои ощущения насколько другая машина и все естественно покажу как всегда какая тут еще парковку посмотрите стоит вот raptor какой красавчик это у нас bronco raptor f-150 ребята недавно у меня я снимал товарищ у меня купил и сейчас продает потому что покатался попробовал все хорошо а посмотрите пожалуйста 94000 под ключ уже в порту кто будет брать себе его на экспорт например но есть вот такая вот такая вот машина в общем сейчас я вам буду это это f-150 raptor а я щас буду снимать bronco raptor кстати на эти матч и стоит который маг и называют его не знаю по мне так сичь это чех так вот какая стоит какой с жесткой крышей бордо там еще из береги не ну появились машины появились здесь в принципе ford одна из самых популярных он сколько в 150 их стоит всевозможных так кто там у меня недавно спрашивал по поводу по поводу lighting электрический ford есть тоже есть без проблем можно брать так вот он приехал товарищи сейчас я вам поснимаю сначала снаружи потом внутри и будет конечно же тест-драйв так давайте глянем показывают я не знаю будет ли слышен этот звук мне кажется вот эта погода под стать потому что смотришь там пальмы океан и так далее а тут как раз таки дождь дорога такая ну что ребят будем сейчас смотреть давайте посмотрим как он у нас ах ты красавец какой смотрится бомбически согласитесь просто что-то невероятное я понимаю что для многих визуализация совсем не так потому что не передает видео всех эмоций от этого автомобиля здесь же здесь же конечно надо это становится видеть в живую и поверьте никого не оставит равнодушным этот дорогущий уазик для богатых потому что именно так ну и конечно это безусловно работа над ошибками по сравнению с вранглером и всем поклонникам вранглера посвящается этот автомобиль намного больше ребята я был владельцем и вранглера одновременно и бронка и в итоге вранглер я продал оставил себе бронка потому что ряд безусловных преимуществ конечно же ну на электрическую парковку молодец ну что ребята сейчас мы во всей красе посмотрим его ребята ну а как вам вас в таком виде еще и люстры и еще внизу стоят риджиды и этот риджид еще здесь вот заглушкой смотрите заглушки raptor такие вот стоят и можно еще фильтра делать рыжий вот по такой цвет отдельно ну как у меня стоят то есть вот это это просто что-то с чем-то и короче говоря я могу только по хорошему позавидовать новому владельцу потому что ему достанется просто сумасшедшая машина от цвета света звука в общем по всем вообще параметрам что ребята давайте поехали начнем по обзору напоминаю что у меня обывательские обзоры но я сам владелец бронка правда в его гражданской версии не raptor и тем не менее мне точно будет чем сравнить будет интересно ним проехаться будет естественный тест-драйв и так погнали у нас здесь абсолютно другая решетка добавлены вот эти вот светильники камер 360 есть и в том числе на моей версии поэтому здесь ничего другого фары все те же светодиодные разве что ободок вот этот вот дополнен еще с отдельным свечением люстра установлена дополнительно и это в принципе любая на любую из этих машин можно поставить такую вот световую огромную люстру которая вас поверьте мне можно освещать просто дорогу за всех его идущих транспорт если все кто за вами могут быть форматом ехать спокойно вот это вот накладка на крышку капота она здесь тоже индивидуально с надписью raptor это тоже очень классно я уже говорил что в отличие от вранглера у нас здесь расположены зеркала закреплены на кузов и поэтому когда вы снимаете двери а у него снимается двери и крыши это кстати жесткий вариант крыши но без проблем и соответственно можете то есть оставляйте зеркала здесь и специальный из труб сделаны такие двери в общем куча опций здесь пороги raptor и об этом говорит надпись но при этом специальные пороги установлены они тоже есть различных вариантах в интерпретации вот в этом варианте не скользящее покрытие в общем они смотрятся монументально мощно и реально как бешеный ребята клиренс просто просто какой-то сумасшедший это рамный полноценные огромные внедорожник который в принципе ну соизмерим уже далеко вообще мало вообще на самом деле с чем его можно соизмерить здесь также стоят у нас светильники rigid я у себя доставлял то есть вот это вот пара порядка где-то наверное тысячи долларов ты за пару соответственно порядка двушника наверное ну примерно вместе с установкой это вот такая вот цена посмотрите на этих жабры это причем реальные жабры то есть они отсюда идет воздух и соответственно все это тоже смотрится очень очень классно огромный неимоверных размеров брызговики вот эти вот ну точнее сказать расширители колесных ары с брызговиками смотрится тоже это в общем все очень очень сильно круто и вообще брутально и просто слюни у меня текут уже заказали мы новые колеса и мы будем переставлять еще дополнительные колеса это так называемая стоковая без бедлоков но бывает все до бедлоки бывать нормальный бедлоки я рассказывал посмотрите мой обзор недавно на raptor 150 для чего что и как если вдруг кто-то об этом не знает в общем здесь у нас все это продолжение расширителей в общем все примочки фары совершенно задние другие они в стиле не похожими на что это чисто бронковский именно под raptor фары они у меня идут таких три вида есть простые светящиеся есть светодиодные более смотрится уже классно на более заряженных версиях у меня такие стоят я показывал в обзорах кто видел а это на бронка посмотрите еще есть вот такие вот сюда вот накладки пластиковые черные делают можно доставить тоже смотрится очень классно запасной колесо естественно с камерой сама сам бронка соответственно ну и надпись raptor кричащие всем вокруг что вы едете на самом крутом бронка на самом крутом форде ну наверно заключение f-150 ребята я напоминаю что это реинкарнация эта машина не новая для американского рынка и бабушки дедушки нынешнего поколения американцев и ездили на эти бронка и а было несколько поколений потом они модель ушла в небытие и вот они ее сделали буквально там два года назад выпустили заново и машина увидела новую жизнь и при этом я скажу что очень популярную очень классная куча вот таких таких пасхалочек всевозможных по этих можно найти ну что заглядываем с вами в багажник здесь у нас коврик такой же коврики это отдельно мы я покупал здесь вот у нас есть подсветочка есть логотип бронка крышу можно брать в таком виде у нас на самом деле есть еще варианты с мягкой у меня с мягкой кровли потому что легко откидывается превращается машина в кабрик снимаете здесь колонки стоят здесь вот ford performance надпись на вот этой вот каркасе жесткости и снимайте он превращается в очень красивый кабриолет но единственно жесткая крыша она не позволяет вам ее возить с собой и приходится оставлять и в случае чего но есть специальные тенты там пока накрывалки покрывалки короче куча всего почти 7000 запчастей дополнительно в общем это конструктор лего для взрослых и у вас фантазии не хватит это показывать ну давайте основное сейчас многие скажут покажи что под капотом под капотом ребята находится в 6 трехлитровый значит у гражданских версий бронка всего две версии 2 литра и 2 и 3 литра и 2 и 7 а здесь мы с вами говорим о том что у нас трехлитровый в 6 который выдает 400 418 лошадиных сил у предыдущего 385 у 2 и 7 ну здесь у нас есть газовые упоры и вот такой вот закиданный как будто набросали просто всего подряд но он ровно такой же и в предыдущих версиях порт-перформанс простите я по привычке после бмв м-перформанс идем дальше с вами задняя часть салона огромный салон наряду с тем же самым рангером огромный здесь посмотрите у нас сделано все вот такой вот кожей здесь у нас вставки из перфорированной какой-то ткани или алькантары его здесь отставки явно по моему что-то такое под ткани очень интересно сделано так вот можно сложить подголовнички ну и крыша здесь она вот таким вот сделано мягким покрытием очень прикольно при этом ставка сама жесткая ну вообще не ждите здесь супер качество не бмв не mercedes не ждите каких-то идеальных подгонов не ждите ничего из разряда того чтобы там у вас там вынесло мост как это все сделано подогнаны так бронет это все равно ford и все равно вот эти вот все моменты у него драться это я сейчас это уазик для богатых такие машины себе могут позволять только люди у которых это явно не один и точно не первый даже наверное не второй автомобиль здесь у нас с вами есть юсби и избиси розетка разъемы есть розетка обыкновенная американские можно через переходник и открытие электропривод стекол коврики это сделано стандартно есть возможность сложить эти сиденья небольшая регулировка угла но место поверьте здесь много во мне ребята 100 килограмм веса я метр метр 78 то есть я очень ну не маленький как бы по размерам и посмотрите сколько мест сколько здесь всего кстати очень прикольная цеплялка 100 можно и докупать отдельно даже на гражданские версии да можно зацепляться возничный став там и так далее в общем еще раз говорю там очень очень много опций кстати посмотрите даже на подлокотнике есть надпись raptor здесь у нас такие сетки сюда также можно менять вот эту панель на то чтобы здесь было полно был полноценный карман беседок то есть это все на ваше усмотрение и такие опции у нас есть естественно у нас здесь везде бесключевой доступ на гражданских на версиях на простых это тоже все есть мою версию дел обзор все показывал рассказывал и так далее здесь посмотрите кресло с этой ткани и выдавленную надпись raptor очень очень красиво красные прострочки и посмотрите какой какой вот этот вот дизайн салона просто супер красные вставки кстати они не обязательно же быть у вас красная это просто под вот эту модель в стиле ford performance они бывают различные их более того можно менять все вот эти вот можно заменять вот эти вот можно доставать и делать их синими черными какими угодно это все не критично это все у нас не как бы не обязательно здесь такое же управление как у обычного bronco управление с кнопки вынесены вот сюда вот чтобы можно было снять двери ну самое интересное здесь конечно у нас в раздатке управление давайте я пересяду за руль и покажу вам немножечко там за рулем и так поехали кстати это отдельная тоже опция замок который может с помощью кода вам давать возможность открытия машины в случае если вы оставили всем для жены там или для друга ключи и он подошел нажал и открыл поехал посмотрите с какой большой боковой поддержкой здесь сиденья и здесь и здесь то есть ну в общем для того когда вы будете если вдруг трястись на бездорожье если вы будете готовы на такой машине поехать на бездорожье то в принципе я вам гарантирую комфорт давайте сядем и посмотрим торпеда у нас прошита прошита здесь тоже такой вот ну материал я не могу назвать его мягким это все равно все псевдо да мы не требуем от этого автомобиля каких-то сверх там вообще возможности по дизайну или по каким-то дорогущим материал нет ничего этого здесь не надо искать при этом посмотрите есть более нужные удобно реально функции начиная от того что если вы например используете либо камеру gopro либо может быть прибор ночного видения для охоты или что-то такое то есть вот здесь вы можете закрепить есть специальная штанга она длинная устанавливается на ней можно поставить куча куча всевозможных приборов если при необходимости ему понадобится питание usb или usb-c вот у вас здесь есть разъемчик это очень тоже классно ну здесь все на манер врангера открываются вот эти вот замки и крыша из двух частей скидывается например багажник либо в гараж можно поставить фрагмент мягкой крыши то есть и такая опция тоже есть чтобы можно было его открывать быстрее и удобнее и оборачивать но в целом все это вполне себе унитарные все это проходили в случае допустим машины как у меня где мягкая кровля я просто открываю вот эти и забрасываю назад этот кофр так называемый до саму крышу достаточно небольшой бардачок кстати посмотрите даже сумочка с документами вышита под raptor что у нас здесь камеры 360 очень качественно и классно они стоят у меня тоже на автомобиле и разметку показывают и в общем парктроники все это безусловно полезно классно и все это здорово кстати разрешение но вы можете посмотреть есть можно практически фотографировать при необходимости при том при всем что вы еще можете менять какие виды камер вам нужны и какое разрешение здесь выбрать до кругового обзора и так далее все эти опции и есть и хотя это уазик но я говорю по столько поскольку вы заплатили за него очень много денег он даже в простой версии стоит очень много то соответственно и условия у вас эксплуатации условия там функционала будут достаточно такие ну не отставая от машин премиального ряда здесь у нас есть с вами всевозможные блокировки дифференциала есть том числе разворот на месте с минимальным радиусом ну эту функцию мы многие знаем еще по крузаку стояла в общем тут это целая гора внедорожных характеристик здесь у нас стоит блок ауксов ну вот сейчас у меня включена люстра я могу выключить и при этом а вы можете дополнительно вешать оборудование которое все подсоединить на кнопках если вы покупаете машины у вас не стоит того кого можно доставить стоит это достаточно недорого доставить и принципе любую это тоже одна из опций также есть управление гаражом при необходимости вы на дачу приехали вам нужно открывать гаражный ворот или города город ворота въездные здесь опять у нас стоит раздатка с управлением полным приводом простите не раздатка управление полным приводом то есть понижать и так далее до автоматический режим все это у нас с вами в общем ford уже многие знают посмотрите есть также подогрев руля отдельно кнопочка кстати у меня и нет и климат-контроль соответственно климат-контроль который позволяет еще и выбрать режим интенсивности климат-контроля то есть если поддерживать помощнее быстрее согреть или быстрее охладить ну и скажем так если интенсивности вы мешает но все равно он будет автоматически следить за вашей температурой внутри руль кстати здесь черный бронка мне нравится даже больше у меня серебристый но это тоже такая опционная штука можно ее необходимость поменять надпись raptor здесь на руле руль интересней намного интереснее зашиты кожи потому что у меня он такой не кожаный но такой знаете как от грузовика здесь прямо кожа и вот это вот вставочка показываю что центральное положение в общем очень круто и здорово что здесь еще можно сделать ну первое очень крутая функция это изменение звука вы можете настраивать звук вот этой кнопкой нажимаете и вам сказано какой вы звук сейчас хотите бах quite то есть тихонько нормальный спортивный ну и короче когда бахнуть как следует бабах такая очень крутая функция и прямо сейчас я сижу и машина меняет звука пока я нажимаю то есть это управление именно звуком выхлопа очень крутая функция настройка подвески вы можете отстроить подвеску тоже на спортивное положение на оффроуд ну или как вам надо норму принципе и соки еще одна очень крутая функция это управление настройки рулем то есть вы можете поставить руль спортивный режим комфортный режим то есть так как вам будет удобно так чтобы он реагировал на ваши прикосновения и вот это вот скажем так не прикосновение точнее неправильно говорю я сейчас думаю то что надо сказать про круиз-контроль и рассказал слово прикосновение на самом деле руль над на то насколько вот вам он должен быть более отзывчивыми не отзывчивые там или даже спортивный когда он будет более тяжелый вы все это можете тоже для себя также настроить при этом когда вы все настройки выставили вы можете нажать кнопочку r и и машина запомнит и впредь вам не нужно будет каждый раз настраивать а просто при нажати кнопку r он будет выдавать именно ваши под вас сделанные настройки под вашу манеру езды большой огромный такого у меня нет у меня он в обыкновенной версии очень примитивные с аналогами стрелками и лишь фрагмент а здесь посмотрите какое качество самого digital dashboard просто бомбическая просто нереально и как вы понимаете легкий перевод из американской системы в метрическую то есть легко выставить километры легко выставить цельсий все это тоже легким нажатием кнопок можно все здесь изменить это просто супер это очень очень классно понятно что автосвет понятно что подсветка это у нас стоит свет на зеркалах он очень яркие лампы встроены когда нужно подсветить какую-то там внизу в общем это тоже очень очень круто мощно и поверьте это действительно заслужит внимание но это надо показывать и делать когда вы находитесь где-то в темноте и еще идеально на бездорожье чтобы осветить вот это вот все вещи и так ребята поверьте кто вдруг созреет и сможет себе позволить приобрести вот такую вот вот машину никого она не оставит равнодушный не людей которые будут ехать с вами в потоке ну кстати я еще не сказал о премиальной музыки которая здесь поверьте даст еще фору многим ну всяким хармон кордоном действительно поверьте я просто понимаю чем говорю понятно что здесь ждать вот этого всего там великого звучания не важно но я пробовал на своем даже с открытой крыши при том при всем что у вас например есть 8 вы пользуетесь с громкой связью и все равно нормально вас слышно все слышат короче все нормально в этой машина тоже что я хотел рассказать еще об управлении возможность того что вы можете включить и поставить себе допустим в дальнюю поездку поехали на охоту с друзьями едете чтобы не уставать адаптивный круиз то есть с выставлением расстояние до следующего автомобиля с удержанием в полос например да а вот эти появилась машинка там и вот она уже показывает что можно отстроить расстояние больше меньше вот его по-разному сделать дистанцию выставить как вам удобно ехать до впереди идущего единственное но а в отличие от того как вот я вчера в бмв показал как работает адаптив круиз здесь вам придется не просто приложить руку как у многих машин а придется делать вот такое небольшое движение как только машина будет вам сигнализировать что положите руки на руль и надо будет вот так вот небольшую тряску делать чтобы машина определила что вы за рулем и вы управляете не очень это прям удобно но не смертельно в общем и целом вот сейчас тысяча сто у нас пробега нам удалось очень крайне удачно взять этот автомобиль взять для клиента он очень доволен давно хотел эту машину мы ее искали и вот нашли я скажу что ну просто в одном из самых самых удачных вариантов интерпретации включая все в целом функции в основном они одни и те же за исключением люстра добавленная ну и тут парочку фишек таких которые принципе не сильно заметны они бывают очень часто и даже многие не обратят на них внимание все ребята вот такой вам сегодня обзор я надеюсь он вам понравился я очень рекомендую тем кто ведет активное упражнение тем кто любит действительно там вокруг бывает на природе выезжать куда-то на пикники и вообще как бы жить полный такой вот интересной тоже жизнью я имею ввиду автолюбители которые любят да это делать потому что многих свои там развлечения все бывают я очень рекомендую рассмотреть эту машину потому что я сейчас проедусь и расскажу естественно еще тест-драйв у меня после моего 2.7 3 литра как едет какие ощущения все сейчас поделюсь и ребята естественно тест-драйв тест-драйв папочка завелась я вам вчера записывал вот такая вот видите у меня такая не сказать прям не могу сказать что работа но в принципе для вас ну что поехали отправляемся вот он сказал что все хорошо все зелено ну 418 лошадиных сил в такой кортеж тут ну кстати тормоза получше чем у моего bronco однозначно могу сказать тормоза лучше явно тут же он считал знак видите показывает что здесь знак и сейчас мне нужно будет как раз динамично динамично выехать так ну что значит первый момент который сильно очень напрягает это люстра люстра создает аэр динамический эффект свистка иван анатолий неправильно установлен в общем надо смотреть и вот слышите это не знаю слышно у вас потому что реально это очень дискомфортно я еду всего 40 миль в час если я буду ехать быстрее то она будет свистеть еще быстрее то есть это явно мне кажется косяк с установкой все тут пердят на своих этих на своих мощных тачках не ну в общем первый свист второй момент я наверное подвесочку вот такую вот с норму на спорт уйду потому что мне кажется действовать fox и и их немножко подраскачивает но тормоза явно интересней тормоза более отзывчивые по ряду с гражданским таха ой господи с гражданским бронка чего несу на непонятно иногда а где шоу он мать так ладно едем дальше а вот здесь навигация да простите простите так датчики слепых зон мне показывают ну конечно как свистит это вся люстра так просто капец какой так ребята кто у нас ездит с люстрой еще внедорожники рассказывайте каковы ваши ощущения но в целом он на мой взгляд по динамике примерно такой же как и мой бронка я не могу сказать что он прям вот подрывается во всю прыть и что я прям это совсем другой двигатели но ну нет но но интереснее интереснее нет вот давайте скажу что нет интереснее все равно потому что все таки эти лишние 40 лошадиных сил вот посмотрите вот так вот выглядит но вот это вот люстра мне кажется более более классная многое кажется по городу часто встречаются а вот смотрите там люди тюнят свои машины все как фильмы прямо американских вообще высокая посадка но она и на моем у меня добавленные колеса соответственно проставки стоят и у меня посадка тоже достаточно высокая но здесь но кресло ребята кресло гениальный кресло реально очень крутые еще электропривод у меня нет электропривода есть электропривод и по высоте можно поставить все но здесь уже да можно действительно ехать на более дальнюю дорогу потому что приятно приятно мои шины не позволяет комфортно ехать по по крайней мере по дороге здесь я еду в принципе как на легковушки удобная посадка удобные кресла и в общем и целом могу сказать что да другое дело ощущение другие ну вот для чего вот здесь эта машина еще нужно вот так видите вот как люди проводят время вот у нас гаражик тут кто-то что-то у нас тут видите интересно улочки города форда удар дэйл да ребята слушайте ну и болин прямо драйв прямо драйв это небольшой городок форда удар дэйл уютненький очень хороший школа хорошая не то так так ну как вы понимаете по поводу того что там неровности дороги там здесь я не могу сказать не могу не назову дороги неровные но со слов со слов людей которые выезжали над на подобных машинах на бездорожье очень они сказали что вообще все как бы едет без проблем и валится он кренится в поворотах прилично но понятно что это безусловно но никак не машина которая которая рассчитана на то что вы там будете входить на бешеной скорости в повороты крен чувствуется но боковая поддержка очень сильно выручает то что очень 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 как бы так ну прям сидишь как 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 вот ну не знаю но с чем сравнить сиденья такие ну не с бмв конечно что-то около потому что очень такой прям приятный спортивный так давайте вот это вот уберу у нас просто он только его забрали из салона у него был сделан сервис мы всегда когда машины клиента покупаем мы обслуживаем их сразу все делаем полностью тыло и машины уже у официального диры после официального дирана нас уже отправляются обслуженные поэтому имейте ввиду некоторые просят вот а можно купить и обслужить ребятам это делаем всегда автоматически форчит рычит разгоняется не все по-взрослому все как бы на на автомобилях таких ну лакшери класса не приятно приятно вот я сейчас двигаюсь в городской среде приходится все время останавливаться разгоняться как бы я при этом могу сказать что ну не ощущая никакого дискомфорта на эту тему не считая свиста у меня над головой из-за люстры которые тоже установлен неправильно то ли что там не так и сейчас выду на трассу запишу вам по поводу трассы как ощущение на трассе на 10 неровности кого сейчас проехал был лежачий полицейский такой из кирпичиков сделанный не не почувствовал я никакого такого знаете что прям этот да это конечно не бмв не mercedes но ребят ну и вот кстати видите стояла как раз таки бронка ой в стоял этот не бронка как его raptor так выезжаем на трассу сейчас расскажу про трассу ну что ребята сказать в общем и целом очень крутое авто для поклонников активного образа жизни для тех у кого не жму деньги для тех кто можете позволить в принципе такие машины могу сказать что ну один из лучших вариантов с возможностью с возможностью скажем так выезда и на бездорожье с достаточно комфортным вождением в городе с наличием и парктроников и всего короче супер ребята просто буря эмоций и мои честно говоря рекомендации вот просто очень очень высокие смотрите вот мне сейчас принципе просто нужно было здесь достаточно узком пространстве запарковаться очень просто и с возможностью еще того что я могу посмотреть что и как вы знаете несмотря на большой размер габариты сами по себе очень комфортные для передвижения и парковки даже в городской среде ну даже мне кажется что не опытному водитель все равно будет вполне себе комфортно все ребята в общем 5 5 баллов вот этот обзор посмотрите вчера я показывал на им 63 я ехал так что всем пока пока подпишите на инстаграм местом с игром канал весь фэмбэнс то ребят смотрите вот покажу мою любимая рубрика прохлевом вот человек есть с дальним светом и слепит вас видите ну там встал с дальним светом там с нормальным светом а он с дальним едет ну что показать как можно ответить в таком случае вот смотрите вот сейчас мои фары светят вот так и у нас есть люстра и смотрите изменится ли что-то давайте вместе посмотрим по видите да насколько у меня освещение меняется до рубрика по скриптум и я хотел вам показать это не считая того что если я включу сейчас нижний rigid которые у меня стоят в виде туманок до которые в этой связи мне могут там осветить что-то дополнительно то есть то я скажу так что скорее всего тут просто бампер можно плавить впереди идущий машины вот здесь вот я могу вам показать вот так например увидите по капец просто полиция стайл ну и ребята давайте посмотрим как у нас автомобиль с вами прощается просто мне самому интересно вам показать а вот это уровень очень прикольно на самом деле все пока пока рубрика по скриптам было для вас специально